Итак, всем привет, с вами ДубГ. Продолжаем мы нашу серию прохождения за разные страны. И теперь, как вы можете видеть, мы пересели на Бруссию. А давайте посмотрим, что вообще в этой стране есть на данный момент. Мы находимся на восьмом месте по ВВП. Наш бюджет, в принципе, такой, ну, уверенный. Но мы, конечно же, сделаем вот так. Нам нужны деньги на застройку. И, наверное, сразу сделаем еще вот так. Сейчас все это, потому что, ну, надо будет реорганизовать самому. Я уже сделал вот эту дипломатию, все. И единственное, что я еще сделаю сейчас, это я сделаю все с Россией. Дело в том, что у меня на России был ивент, который дал обязательно в Старпруссии. Этот ивент от Аграризм, как там эта политика называется, от того, что мы вот здесь вот Аграрность поставили. Там есть ивент, который улучшает на 30 отношения и дает кому-то обязательство, либо уменьшает шанс принятия на минус 10%. Я не захотел взять минус 10, я дал в Пруссии обязательство. И теперь мы можем на Пруссии им удобно воспользоваться. Как приятно, правда? Потому что Союз России нам, в принципе, неплохо поможет в будущем против Австрии, возможно, против Франции. Но я против Франции бы не хотел воевать. Вот. Рынок у нас, давайте тоже изучим, достаточно нормальный, да, дорогой, только какие-то пару еще вещей. Но, но, я посмотрел уже методы немножко, и здесь они не все последние, да? То есть где-то что-то стоит не последнее. Здесь много где-то что стоит не прокачанное. Не прокачанное. То есть вот здесь вот есть паровые насосы, вот это все. Исследование мы, кстати говоря, на самом деле практически в лимите. Я вот прям доволен в этом смысле Пруссии. Она молодец. Но можно чуть еще будет повысить, конечно. И у нас, давайте откроем институты, можно повысить образование. И это, обязательно, надо сделать. Это, наверное, будет нашим первым пунктом. Повысить образование, длястроить бюрократию. Плюс повысить исследование. Потому что экономика у нас уже кое-какая есть, да? У нас строительство уже кое-какое есть. Можно сразу инвестировать во все полезные вещи. Ну и сейчас еще заодно расставим налоги. Начинаем совсем улучшать отношения, чтобы вот этих парней всех позвать в наши... Ну-ка. В наши таможенные союзы. Почему не можем? А, нужно улучшить отношения достаточно. Логично. И, кстати говоря, у нас еще, я посмотрел дипломатия вот сюда, у нас уже был обронительный пакт с Швецией. Торговое соглашение с Швецией. И обязательства от тоже Швеции. Мы за этот счет можем на самом деле позвать их в наш таможенный союз. И, наверное, тоже это сделаю. Это будет для нас полезно. Шведский рынок, ну-ка. В принципе, неплохо для нас. Здесь есть немножко даже... Да, шелка откуда-то. Ну, ладно, это не так интересно. Интересно то, что там есть железо, какие-то еще ресурсы. Ну и, в принципе, всегда больше рынок сбыта, всегда полезно. Вот. Так что тоже их позовем. И сейчас будем переманивать всяких миноров к нам. И присоединять. Потому что у нас уже есть здесь как раз-таки национализм. И здесь тоже, кстати говоря, промышленность очень хорошо исследована. Ну и, в принципе, она стартует. Пруссия сильная. Армия тоже есть хорошая. Вот. Наша цель точно сформировать Северо-Германский союз. Насчет Германии, я думаю, не получится. Ну, мы пока сформируем это. Я думаю, мы в 5-10 лет не вложимся, скорее всего. Но мы можем, по крайней мере, подготовить такую мощную Германию. Ну, мощную страну для формирования Германии в будущем. То есть, вот это все в себя впитать. Кстати говоря, Вертенберг еще наш. А, протектора тоже я вот это заметил. Так что Северо-Германский союз точно будем формировать Германию. Если вдруг очень-очень удачно все будет. И, возможно, еще попробуем вот сюда вот тоже колонии поставить. Либо вот сюда. Да, сейчас я подумаю еще. Кому-то вот эти колонии хотелось бы все равно отдать. Возможно, это как раз-таки Пруссии будет. Вот сюда колонии поставить и вот сюда. Надо, так сказать, андердогам врываться вперед по колониям. Поехали. И, я думаю, мы начнем наши реформы со свободной конкуренции. Да, у нас здесь школы есть со старта игры на Пруссии. А вот экономику можно будет поднять до свободной конкуренции. Потом протекционизма. Посмотрим, там армия здесь и так хорошая. Да, цензуру может попробуем отменить. В общем-то, хотя здесь они вроде не захотят. Поделаем с этим все. И давайте смотреть, какие потребительские налоги можно ставить безопасно. Это всегда ставим безопасно. Спирт без проблем. Вино тоже выгодно. Стекло тоже выгодно. Но на этом мы закончим, потому что мы хотим оставить себе баф. И, ну-ка, что у нас сейчас будет? Сейчас нужно подстроить себе бюрократию, я думаю. Вот так. Затем подстроить себе... О, смотрите, как... И это, видимо, Ишки порекомендуют так строиться. Нам нужно инновации тоже подстроить, да? Где-то 10, но с этим с пафом где-то будет... Ну, вот так, допустим, да? С небольшим запасом. Потом мы поставим все школы. И потом уже начнем строить экономические сооружения. Поехали. Союз России мы заключили. И вот у нас дипломатия, в принципе, плюс-минус закончилась. И, кстати говоря, поехали потихоньку аннексии всяких держав. Это мы, кстати говоря, можем сюда нажать. Юнкеры, потому что будут сопротивляться каким-то реформам. Плюс отношения с ними полезно иметь. Можно еще совсем чуть-чуть увеличить строительный сектор себя тоже. Появилась уже бюрократия. Давайте вот это улучшим. Органы пока не буду улучшать. И, кстати говоря, вот сюда поставим давайте интерес. Потом просто откроем все колонии и начнем колонизировать. И надо еще чуть-чуть продолжают объединяться страны. Давайте, кстати говоря, все включать в области. Обязательно надо все включать. И еще мы сейчас, я думаю, попереключаем все на самые эффективные методы производства. А затем уже просто будем, так сказать, догонять. Каких по ресурсам, чего нам не хватает. В принципе, потому что я не идеально знаю, что у нас здесь где. Поэтому просто потом будем смотреть по нехваткам. Я думаю, это будет адекватным выбором. Так, вот так вот выглядит наши заводы сейчас. Понимаю, химии нам ничего не хватает. Я сейчас переключил химию на новые методы. Нет, это просто таки, они заполняются. Хорошо. Нам не хватает шелка. Вау. Нам бы его из Циня покупать, верно? Это будет самое выгодное. Там будет больше всего. Можно еще покупать из России, кстати говоря. В России тоже есть шелк. Давайте из России без конвоев. Ну и у Циня тоже с конвоями. И там тоже выгодно покупать. Собственно говоря, красителей нам тоже будет не хватать. А вот с красителями надо подумать. Португалия, Британия, Цинь. А, я думаю, Британия, потому что меньше всего конвоев. При этом вот излишки удобрений, которые у нас дат химии, будем продавать нашим соседям. Причем бы нет. И в том числе вот тут, что есть, все, собственно говоря, на продажу. Хотя ради вот этого микробаланса не буду, наверное, задумываться особо, да? А все остальное у нас, в принципе, плюс-минус в балансе. Достаточно уверенный рынок. Мод на интеллект иишек хорошо работает, я бы сказал. На профси у нас все тоже неплохо с законами происходит. Свободная конкуренция принята. Сейчас мы получим неплохой экономический буст. Звук в два раза проигрался. Как обычно. Парадоксы, молодцы. И давайте, я бы профессиональную полицию поставил, да? Чтобы юнкерсов ослаблять. Нам бы их, да. Но, но вопрос. Сначала эксплуатацию, либо полицию. Давайте сначала эксплуатацию поставим. Она в теории должна приняться побыстрее, да? 51, 57,1. Потому что в промышленнике и вооруженной силе в правительстве. Да. Давайте сейчас это сделаем. Потом сделаем себе профессиональную полицию. И потом уже посмотрим. Может, цензуру. Ну, посмотрим. Как, что будет. Вот. Кстати, вот это прокнуло тезис, тезис, антитезис. За счет этого у нас уже достаточно инноваций. Можно пока что вот это вот не достраивать. Я отменил оставшиеся униеры. В будущем они еще приглядятся. Так что пускай уже вот этот вот достроить эти два. И смотрите, соответственно, мы теперь улучшаем со всеми отношениями и уже начинаем строить. Ага, кстати говоря. Смотрите-ка. Нам не дают принять закон. Селяние и профсоюзы нереально недовольны. Блин, ну ладно. Что поделать. Придется профессиональную полицию продвигать в этот момент. Уж очень они недовольны. Ну ладно. Так. Теперь строим экономикой. Давайте посмотрим, что у нас не хватает. На химии можно подстроить немножко. Одежды. Стекла. Ну так, на самом деле, да, супер балансный рынок. И помните, мы начинали вроде как с 30 миллионами. Уже 37. Уже хороший баланс. Уже инвестиционный фонд. В плюс 40 тысяч идет. Очень уже уверенная Пруссия. Ой, и уже начали мы потихоньку. Вот и приглашать наш таможенный союз. Вот уже одна зашла. Очень важно вот этих всех затащить к себе все-таки. Да. Особенно полезно будет им давать деньги. И, собственно говоря, это я сейчас и делаю. И у меня есть вот обязательства по отношению к Ганноверу, кстати говоря, уже. И вот и Ганновер. Самая большая часть теперь тоже с нами. С этим, я так понимаю, нам нужно еще отношения получать. Да. Ну, чего. Германия, по крайней мере, северная скоро подобеденится. У нас, все говоря, появился потрошитель. Чтобы его понимать, надо повысить вот этот вот уровень. Ну, это неплохо вроде как помогает. Так что повысим. Стройку еще повысили, кстати говоря. По ощущениям, смотрите, у нас... Ну-ка. У нас... Это полностью используется инвестиционный фон. То есть мы реально можем еще больше повысить. Да. Ну, давайте так и сделаем. Еще больше разгонимся. И вот уже большой кусочек. А именно Ганновер к нам готов присоединиться. Просто только мне бы хотелось вот этих ребяток перед этим в таможенный союз взять, да? А, у нас не хватает дипломатии, кстати говоря. Давайте так сделаем. Просто их бы позвать до того, как Ганновер к нам присоединиться. Потому что у них есть шанс потом стать к нам не очень дружелюбными. Дружелюбными. Ну, давайте. Попробуем. Да. Беремен, кстати говоря. Тоже надо сделать. Что-то его как будто пропустил. Мне казалось, видимо, что он уже в нашем состоянии. В составе, точнее. А вот и север-германский союз подъехал, верно? И мы, конечно же, берем, я думаю, престиж и влияние. Потому что популярность такая себе. А вот влияние нам сейчас на дипломатии нужно будет. И доаннексируем тех всех ребят. И вот пришло время в нашу армию опиум направлять, да? Потому что мы открыли себе медицину. И вместе с этим я себе ставлю интерес вот сюда. По той простой причине, что нам нужно подзахватить себе опиума. А именно макроэплантации. Я думаю, микрад мы, скорее всего, будем кого-нибудь захватывать. А, возможно, мы начнем с Омана, чтобы здесь граница была. Ну, посмотрим. Что вообще за него заступится? Оман, Синт. Блин, Россия союзник. Ее бы не потерять. Да, потому что, ну, возможно, есть смысл в Австрию пойти. Вот за вот этим вот. Как бы, да. И таким вот образом использовать этот союз. Наверное, мы так и сделаем. А потом уже пойдем за опиумом и за колониями. Смотрите, вот так вот выглядит дипломатическая игра по объединению Германии. Ну, как по объединению. Это пока не объединение. Это пока только лидерство. Но, в принципе, после лидерства, вполне возможно, мы и сможем объединить. И мы еще можем сюда позвать Францию. Более того, Франция согласится помочь объединиться Германию. Вы представляете? Какой уровень абсурда. Нет, не поможет. Что ж. Значит, мы берем себе Элизаслторинга. Вау. Итак, я сейчас добавил КБ. Давайте, знаете, что мы сделаем дополнительно. Поставим немножко оружейных заводов. И вместе с этим боеприпасов тоже. Надо бы подстроиться к войне. Сейчас мы вот это все закажем. Да, потом продолжим строиться. Потому что, тяжело, мы строимся в основном из инвестиционного фонда. Хоть и, ладно, не в основном. Но, тем не менее, давайте-ка мы не можем теперь все вот это поддерживать, да. Чуть-чуть подменим. Но вот это вот все еще пускай будет. Ну, и сейчас надо будет в этом разбираться. Я абсурд активировал. Будем сейчас планировать наши фронты. Так. Вот такой вот мы сделали здесь мир. Ну, как мир. Такие требования, да. Лидерство, Элизат Лотаринги, Абогемия, Шлезек Гольштейн. И репарации с самых больших, собственно говоря, оппонентов. И теперь мы, как я и говорил, будем сейчас выстраивать наши... Наши эти торговли, та, что заберем, выстраивать наши фронты. А еще мы подстроим себе армию, которая, получается, доедет до нас только во время войны, но доедет. Так, план какой? План побыстрее продавить Францию, чтобы она сдалась. И вот эти вот марионетки. Ну, как марионетки. Вот эти вот страны. То есть... Баден, Баварию, Данию. Ну, там Гольштейн только. Тут не сплевать. Краков можно тоже. То есть вот это вот подавить, чтобы, во-первых, фронты более-менее стабильны стали. Во-вторых, чтобы воевать уже в основном с Австрией. Достаточно историческая война. С одним учетом... С одним, точнее, отклонением, что сначала воевали с Австрией. Один на один, а потом с Францией один на один. И перед этим вообще воевали с Данией один на один. Два на один скорее даже, да? Но у нас здесь есть Россия-союзник. Так что будем в ней верить. Хотя не очень удачно они используют свои войска. И я вообще не понимаю, где... Где их войска? Где российские все войска? Вот раз я вижу, да? И все. Там 300 поднято. Где они? Вот мы победили уже на севере. У нас освободился Мольдкеттттуда. Наш выдающийся генерал. Который должен сейчас будет здесь разваливать всех. И давайте... Куда мы его направим? Надо здесь хорошенько подумать. Давайте в Баден. У нас на самом деле вот здесь вот прорываются. Так что давайте на самом деле вот сюда. На Франции тем временем войск почти нет. А французы все свои войска нам вот сюда закидывали. Судя по всему. И поэтому уже взяли Ильзас Так что я думаю скоро и Франция тоже сдастся Но конечно Австрия не прекращает своих попыток пробиться В Силезии Но очень неудачно И Россия, я так понимаю, вот сюда подзакинула войска Так что Россия начала тоже участвовать Молодцы А мы тем временем пробиваем все здесь сквозь Баден Сейчас битва закончится, да Очень-очень уверенно Ну судя по всему у нас все хорошо Хотя Варскор не идеально Но оккупации больше уже у нас И Франция вон пробиваемся В Париж вообще Вообще войска не успели даже В последний момент Успели перехватить наши Но судя по всему Заря они это сделали Лучше было им этого не делать Я обнаружил страшнейшую вещь Открыл российский рынок И решил посмотреть, есть ли там оружие Там нет боеприпасов Господи Ну что такое Надо продавать им Давать боеприпасы Они из-за этого Страдают по статам Кстати говоря, мы Вот-вот возьмем Париж Но видит Чуть не в том направлении Видимо пошла, да Сюда мы сейчас Да Ну ничего Париж скоро будет зайти Здесь мы тоже хорошенько Купировали К нам, смотрите, тоже Крудется, крудется Француз Но нормально Мы сейчас с запада их Поддушим Сочно Баден пал Отлично Можем сейчас немножко войска наши Реорганизовать Что у нас здесь, видите Микропрорыв Вот этот прорыв зато пропал из-за этого Вот этот микропрорыв неприятен Так что сейчас будем здесь Возвращать территорию И переходить с наступления запада Тем временем Вот это уже похоже на битву за Париж Если говоря, есть лезвие Мы забрали Все говорят, что это хорошо Это похоже на битву за Париж И ну-ка Давайте мне Париж Есть Париж взят О, и сразу Профессиональная полиция принялась По этому поводу Можно ее, кстати говоря Сразу будет и подмаксить А вот эта армия, кстати говоря Может перестать наступать Наверное Французы вообще все Оттянули к себе Они поняли, что Вот это плохая идея Наступать здесь Когда у них Париж оголен Но уже слишком поздно Только я, кстати говоря Не могу найти своей армии Они, как обычно Телепортировались в вакуум Ну Чем поделать На западе в конце У нас остановили И сразу перешли в атаку Но контратака Это не пройдет Нужно нам переходить Здесь в защиту И начинать давить Максимально здесь уже Тута битва какая-то Так себе Что надо Чуть-чуть нам по-другому Сейчас действовать будет Будем мы действовать А вот и Франция сдалась Да Уже мы свою часть Из этой войны получили Нам нужно успеть Отбить все эти территории Теперь И я думаю Мы успеем Россия здесь хорошо держится И мы здесь сейчас Всей нашей Прусской мощью Будем Давить Австрию Вот мы смогли Еле-еле Остановить Капитуляцию нашу Да И теперь Продвигаемся к ним Здесь и здесь Одновременно Ксикаря Эльзас Решила делиться Ну Ладно Мы туда сейчас Обычно Туда направим войска Но Это может потерпеть Нам главное Пробиваться здесь И здесь мы Наконец-таки Начали Это делать Потянули вот сюда Наши войска Да И вот С этим Отличением У Австрии Как будто Уже не успевают И резоригеневаются Войска И это отлично Ксикаря И Вертемберг Здесь вот тоже Делает свое дело Отвлекая часть Австрийцев От наших границ И я думаю Теперь мы уже Сможем в этой войне Победить Появилось На французское восстание Но у их войск Там нету Я так понял Снаряжения Или чего Нет Просто плохой Этот прокон Окей И гарнизон Рейна На самом деле Справляется с ними У нас Кстати говоря Благодаря нашим Построенным Этим А нет У нас просто Генерал умер Господи Я тут подумал Чего у нас Тут сотка Все стало На свои места У нас просто Здесь умер Генерал Так что Давай-ка Теперь ты Сюда И вот Австрийцы Уже Разрознены И бегут Отлично Мы Вполне себе Смогли Объявить Германию Только кстати говоря Австрия Россия вышла Из войны Но я думаю Мы И без нее Сможем уже Ее закончить Из-за наших Возросших Батальонов У нас Возросли Расходы Но Что поделать Это то На что мы готовы Пойти Кстати говоря У нас генералы Как обычно Телепортируются домой Телепортируем их обратно Я так понимаю Баствара Еще их автоматически Телепортировал В битвы Вот Но Мы можем И сами Потелепортировать Обратно Если что Без этого мода Все таки Военка здесь сломана Пока что Я еще не нашел Мод Который Это Адекватно Фиксил Так что Справляемся Как можем Вот Французское восстание Подавлено Австрия Сейчас будет Тоже Подавлено И вот оно Богемия Пермазское И репарации Наша Германия Получилась Очень Мощной Прочной А Можем ли мы уже Нажать эту кнопочку 15-19 регионов У нас Типа не поддерживает Бавария И Баден Да Раз Два Три 18 Нужно Еще один Шелезе Горштейн Мы типа Не контролируем Не понял Сейчас Сейчас может Подобновляется И Да 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 Обновляется Я думаю Сейчас Сможем У меня же Еще надо Вот этих Парней В таможенные Союзы Позабирать Верно Я про это Чуть и не забыл Вот этих Точно уже Можем Бремен Еще Недостаточно Улучшен И возможно Мне этого Кстати говоря И не хватает 17-19 Сейчас Скоро Скоро Добьем Это вот Да Исследуется Само Давайте Железобетон И сразу Эти три Техи Будут исследованы Когда Второе Исследуется Вот Анфранс Времени Теряет И ввязалась В очередной конфликт С Британией За Ашанти Понимаю Согласен Это точно Требует Выставки В Британию Короче Я посмотрел Мне достаточно Будет сейчас Подлучшать Отношения Я думаю И после этого Всем станет Окей Так что Вот мы Финансируем Сейчас всех Этих Ребят Да Тут еще Вот этого Парня Мы видимо Забыли Или что Вот финансируем Подлучшаем Отношения И До Присоединения Присоединяем И объединим Я думаю Без проблем А вот Мои колонии Открыли Начало Это исследовать И давайте Что Протекционизм Напоследок Попробуем Сделать Селянам Да Селянами Можем Когда Вот Это Осторожность Пропадет И Нормально Будет И так Я просил Обязательство Бадену И Баварии Бадену Сразу Согласился Поддерживать А Баварии Еще Нет Не Хочет Ты Это Понимаю Из-за Осторожности Да Да Ну Что Пойдет Такая Блин Она Будет Не Идеальная Вот Этих Парней Я Не Вижу Как Без Какого Ождания Присоединить Так Что Наверное Надо Объединять Хотя С другой Стороны Бавария Хотелось Бы Все Так Включить Так Что Давайте Чуть Чуть Подождем И Вот Наконец Так Нас Поддерживает Бавария Нас Поддержит Все Заняло Это Какое Это Долгое Но Теперь Мы Формируем Полноценную Германию И На Этой Ноте Как Раз Так Можно И Закончить Это Видео Получилось Чуть Чуть Много Лет Мы Отыграли 12 Планировалось До 10 Но Мне Хотелось Вот Добить Чтобы Доформировать Это Германию Давайте С И Чувствует Нормально На Россию Здесь Он Конечно Вряд ли Что-то Сам Поменяет Да Не Вижу Что-то Особо Еще Поменял Но Тем Не Менее Хотя Бо Экономике Россия Терни Отстает Да Давайте Поэтому Будем Думать На Следующей Страной Собственно Говоря Пишите Тоже Ваше Мнение В Комментариях Я видел Очень Много Хотели Японию Поэтому Возможно Мы Следующим За что Есть Желание Япония Я сейчас Не сел Потому Что Мне Хотелось Пораньше Сформировать Германию Так Что Как Я Уже Сказал С вами Был Дуб Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии И До Скоро Встреч Пока